так всем привет дорогие подписчики также кости канала партизаном 1941 но это это было эпопея чтобы эту игру запустить как раз а мне так здесь оптимизация общение никакая чтобы запустить ее мне потребовалось несколько минут как вот просто висел черный кран а точнее вообще сначала ничего не весело вот потом по и значит не было не было не было я думаю странно чё-то не ничто не запустилась нажал еще раз запустить игру мне steam выдал что игра то уже запущена камера пошел диспетер задач типа пишет крах рах не отвечает игра туда-сюда и выключил вот а до этого уже прошло на минуту две пока тут все это ждал снова запустил снова крах общем блин просто писец потом ну думаю ладно дай-ка я подожду подошел несколько минут вот появился черный кран а то еще несколько минут появилась надпись потом еще несколько минут и появилась игра очень уже есть полная нотка и дировщик перегружен был чтобы записать его и заново все опускаться и более-менее как-то запустился на дать посмотрим что это такое 21 июня 30 2 июня даже на русском языке 41 года в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы советского союза началась великая отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков в первые месяцы боевых действий советские войска понесли катастрофические потери под натиском опытного противника закаленного сражениями в европе красная армия была вынуждена отступать вглубь страны захватчики стремительно продвигались вперед сравнивая с землей города и сжигая деревни поле минск смоленск новгород бомбардировкам подверглись киев севастополь под угрозой оказались ленинград и москва тысячи советских бойцов оказались в котлах в том числе командир роты капитан зорин при попытке выйти из окружения он был взят в плен и доставлен в ближайший дулаг итак полица и перебежчики и предатели немцы возоружает их устаревшим оружием со складов и отправляет наводить порядке в деревня и представляет особой угрозы побег вас со старшей роты фитисовым доставили ближайший дулаг пересылочный пункт где пленных разделяет на командиров и рыбовых а затем отправляет по железной дороге в конц концентрационные лагеря вы сразу же начали готовить восстание но немцы несмотря на все предупреждения предосторожности узнали об этом вот эти как вот сушки ни одна такая игра у меня вот блин даже самые навороченные быстро грузятся это же блин так но это опять же демка может быть это из-за этого эти почему-то странно выглядит на ошибаетесь мы вас еще до берлина гнать будем все люди рождаются равными но вы гитлеровская мразь к ним не относитесь в общем нам нужно отсюда сбежать давай гад стреляй нас 170 миллионов все равно всех не перестреляете что это тревога наверное старшина поднял бунт жаль я не с ними придется бежать в одиночку и винтовку не взять руки связаны так используйте левую кнопку мышки для выбора действия для перемещения партизан так для перемещения камеры пользуются для вращения камера понятно ну вот так вот значит тут у меня она очень сильно орет Вроде бы так, скажем, потише немножечко, поехали дальше. Когда противник оказывается в непосредственной близости к персонажам, тот автоматически переводится в режим скрытности. Ну, как всегда, нужно пройти так, чтобы они, когда отвернуться, тогда и пробегать. Любой противник в игре имеет конус видимости. Наведите курсов мыши на противника и нажмите правой кнопкой мыши, чтобы увидеть его конус видимости. Проберитесь дальше, не попадая в конус видимости противника. Ну, это вот, как он называется, были, в общем, разные игры. Деспредатус, да. Вот последнее, что было, Деспредатус или это какое-то время. Депредатус. Депредатус. А сейчас он отвернется и мы быстренько пробежим. Так, нажав на F5, вы можете быстро сохранить вашу игру, чтобы использовать быструю загрузку. Последнее сохранение на миссии здесь. Учите, что сохранение на миссии недоступно на уровне сложности «Народный мститель». Вы можете изменить настройки игры, зайдя во вкладку настройки с главного меню игры. Можно изменить игровой настройки, например, это ображение точно шансов попадания в игровом меню. Интересно? Ну-ка. Что-то я такого не видел. Отображать чуть-чуть. А, кстати, давайте включим. Что тебе надо? Ага. Движение камеры мышью, жим управления, альтернативные пользователи. А, наверное, это. ХЗ. Так. Так. Сбрасывать труп в начале боя включено. Такать оружие на столково в начале боя включено. Такать оружие на столково в начале боя включено. Попадание в процентов включено. Скрыть. Сбрасывать индексацию интерактивных объектов. Центровать камеру на пятизанах после загрузки. Не знаю, что это такое, но… Сбрасывать. Сбрасывать камеру. Ну, давайте включим или не знаю, может быть это не нужно, а может не нужно. Так. Так. Этот ведь он… А как мне тогда… Ага. Так. Использую двойное нажатие для того, чтобы партизан использовал бег. Ваши партизан издает шум во время бега. Будьте внимательны. Ну, я знаю. Я в курсе. Оп. СТП. Ну, это да, у нас сейчас это будет всё лёгкое, поскольку… Так. Вы можете использовать объекты типа Сахархрон для того, чтобы спрятаться от врагов. Используйте погреб, нажав левую кнопку мыши по нему, чтобы пробраться мимо поджилища противника. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы вылезти из погреба. А, я понял. Для определения объекта, с которым можно взаимодействовать, нажмите Alt. А потом, наверное, этих будем мочить, да? Оп. В смысле? В смысле меня обнаружили? Вы чё? А, я типа шум издал, да? Много-много шума и меня, так сказать, вычислили, что я в погреб сел. Хотя… Хотя… Что-то… Что-то мне подсказывает, что… так… Так, давайте тогда поступим следующим образом, да? Вот так вот, успеем мы продраться или нет? Ну, я надеюсь, ты в погреб залезли, да? Так… 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 Не хрена себе. Разберитесь, ну… Да, если вы лицов убейте, никто не должен уйти от туда. Ага… Слышу, солдаты за мной? Ага… Да… Кажется, он приказал им тут всё прочесать. Значит, ещё кто-то сбежал. Ага… Блин, вот слушайте, как-то срано, музыка или звуки… Давайте вообще громкость, наверное, прибавлю, а вот… Очень громко взялся… Эффектов, наверное, без звуков… Так вот… Потому что сирена… Сирена выла… Так вообще в ухо мне так, что я, блин, чуть не оглох… Всем пригнуться… Так, это нам надо… Ага, сюда… Так, вы видите, русский солдат… Ага… Так, нет, не видели… Так, забираем нож, забираем это… Наведите курсор мыши на ящик и выберите иконку взаимодействия. Для подбора предмета вы перетащите его курсором, чтобы использовать двойное нажатие левую кнопку мышки или нажмите кнопку «Взять все». Я, кстати говоря, это все сделал. Да… Для укрытия инвентаря… А… Для открытия инвентаря персонажа нажмите «И» и поперите нож в верхний слот своего персонажа. Для того, чтобы предмет в слот перетащить предмет, для нажатия должна нажмите на предмет. Ну и, естественно, как обычно, два раза в шелкнул. Ой, херокс, и все… Оп… Так… Идем сюда… Так… Убийство… Так… И скрытности… При нападении и скрытности персонаж убивает противника. При этом противник некоторое время сопротивляется и издает из шума, который могут служить другие враги. Можете спрятать труп противника в схроне, чтобы избежать его обнаружения. Ну да… Это я тоже помню, где-то это было… Так… Сейчас мы его… Ах ты гад! О… Правильно… Гад… Бери, бери, бери… О… И тащи сюда… Опа… Не шуметь… Враги вас не видят, пока вы перемещаетесь в кустах. Прокладите соседний двор, используя кусты. Ага… Вопрос… Так… Сейчас у офицеров все плены разбегутся. При движении в кустах издает шум, который вызывает подозрение врага, если он находится рядом. Если вы хотите оставаться незамеченным, лучше всего оставаться остановиться и подождать снижение уровня подозрительности. Окей… Ну, видите, восклицательный знак начинает… Чем больше он заполняется, тем больше у него подозрительность. Для сокращения маршрута персонажи могут перепрыгнуть через низкие заборы. Ну, естественно… Курсах… Так, дальше… Куда нам идти? Так, тогда лучше, наверно… Ооо, скажите, мы оттуда пришли, да? Значит нам сюда… Значит нам сюда дорога, значит нам сюда дорога… здесь мы вряд ли пройдем хотя ваш персонаж получил новый ужин очко навыков вы можете пройти очки навыков в дереве навыков нажмите и и перейдите в ход навыков и так что мы можем мы можем собственно говоря вот бросок ножа процент бросает во врага метательный нож тихо устраняя его на расстоянии брошу нож можно подобрать использовать еще раз таки его непосредственно я активируем как это мы берем как бы тебя я давайте я а аф точнее лови гад да не говорим подняли нож взяли и непосредственно вот сюда отнесли скинули да и сюда враги врагов перемещающиеся по одиночке не сложно реализовать или отличие другое дело группа противника старайтесь не попадаться к ним на глаза ну в принципе да некоторые способности ваших партизан могут быть использованы на определенном расстоянии до врага иконка способностей на линии до врага означает место откуда именно будет использована способности о ее им всем пригнуться ска на справа что когда же вы закончитесь вот не говорим даже козлы закончить сюда таскать будем бросили сейчас мы и этого тоже также лови гад я на смысл наверно вообще зачем я таскаю да все мы прошли так сказать обучающие видите подлаги никаким а это при бета-версионной в игре вы можете встретить контейнер неожиданной формы и в неожиданных местах заберите содержимым женщин груды камней камень это простой нефтикин способ ненадолго отличия противников это я курса наверно вот сюда наверно надо будет а как я должен использовать камень за давайте на быстрее быстрее и куда я должен уйти туда наверно это чего поднимайся чуть-чуть же совсем осталось не могу рано оставь меня санек и беги беги пока немцы тебя со мной не заметили какой беги ты с дуба рухнул мы своих не бросаем я тебя на себе понесу да но если мы сейчас поможем ему отставить я понесу капитан живой я думал вас расстреляли да со мной все в порядке а вот тебя я гляжу потрепали нужно перевязать твои раны но сначала найдем безопасное место у деда в лесу я землянка там немцы вас не достанут сколько до нее добираться с раненым по лесам и болотам мы далеко не уйдем об этом я не подумал еще могу отвезти вас дядя васев михайлова он вас фашистом не выдаст отлично веди итак чтобы полностью раскрыть потенциал ваших персонажей не забывайте использовать способностями вы так облава объезжали из лагеря на уфитисов был ранен местный мальчишка санек вызвался отвезти вас в деревню к надежному по его славам человеку василию гавриловичу тот не особо образовался бежавшим из плена красномерца красноармейцам и у себя на пороге но пусть у вас к себе помог привязать на него но в общем да вот такая вот игрушка так что сегодня ему лучше лекарство еще не подействовал но думаю выкарабкается он у нас парень крепкий лесгартовец а кто это лесгартовец спортсмен на студент физкультурного института есть такой в ленинграде до закончим у нас лайки дизлайки на ваше усмотрение но а также подписывайтесь на канал на ставьте лайк колокольчик как обычно как всегда ну и у меня похоже за весла игра